Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Перед началом поздравляю всех с первым днем весны. Надеюсь, что в ваших городах уже тепло, солнце и отличное настроение у вас. Итак, давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера во вторую половину торговой сессии мы видели уход выше локальных максимумов, особенно выше максимумов 30 мая. Доходили до значения 1.1252, но более важный для нас уровень, который здесь был пробит, это отметка 1.1193, после прохождения которого уже открывалась дорога в область 1.1267 на локальный максимум. Уже после закрепления выше отметки 1.13 мы сможем увидеть дальнейший рост по паре евро-доллар. На текущий момент коррекционный уровень по данному активу для отмены покупок находится в области 1.1162, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара британский фунт, американский доллар, также вчера в вторую половину торговой сессии мы видели уход выше уже локальных максимумов 1.2852. Поэтому на текущий момент сценарий, который мы отмечали уже 30 мая, на текущий момент подтверждается с последующим движением уже пары в область 1.30. То есть на укрепление в краткосрочной перспективе пары британский фунт, американский доллар, среднесрочный мы также остаемся в росте до тех пор, пока торгуемся выше отметки 1.2766. Вчера были попытки подойти к данному уровню, но закрепления ниже данной отметки не было, поэтому сказать, что уровень был пробит для того, чтобы рассматривать продажи, пока мы еще не можем. Но если мы увидим ближайшие несколько дней закрепление, к примеру, ниже отметки 1.2774, то есть минимум, который был вчера, то уже вероятность продаж будет открыта по данному активу. Пара австралийский доллар, американский доллар сегодня с утра уже уходит ниже отметки 0.7422. Данный уровень мы отмечали также как разворотный для начала продаж, поэтому на текущий момент по австралийству в краткосрочной перспективе остается в приоритете продажи, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 0.74.76. Пара американский доллар и японская иена планомерно продолжают свое снижение. Дошли вчера до отметки 110.47, пока тенденция идет довольно-таки в валу, но тем не менее на понижение. И ближайший разворотный уровень по данному активу находится в области 111.25, это максимум, который был зафиксирован вчера. Пара американский доллар и канадский доллар в краткосрочной перспективе продолжают свой рост. Движемся в область 1.35.36. Вчера также показывали локальный максимум, доходили до отметки 1.35.22. Соответственно, ближайший разворотный уровень для среднесрочных продаж находится в области как раз 1.35.39, это максимум, который был 24 мая. Поэтому, если пара сможет преодолеть данную отметку, то вероятность уже укрепления американского доллара в среднесрочной перспективе будет более вероятна. Но на текущий момент тенденция на снижение пока остается в приоритете, особенно, как я уже сказал, если мы торгуемся ниже отметки 1.35.39. Пара евро-фунт вчера также подошла к локальным максимумам. На текущий момент тенденция на укрепление евро в данной валютной паре остается также в приоритете. И ближайший коррекционный уровень, который сейчас мы можем отметить, на текущий день находится в области 86.53, минимум 30 мая. Золото продолжает свое восходящее движение после попыток закрепиться ниже отметки 1265 долларов за тройскую унцу. Вчера, после уже 5 часов, мы вернулись за этот уровень и обновили локальный максимум. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление золота остается в приоритете. И ближайший разворотный уровень по данному активу находится в области 1259 долларов за тройскую унцу, минимум 31 мая и 30 мая соответственно. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение. Вчера обновили локальные минимумы, ушли ниже отметки 51.15. На экстремумах доходили до отметки 49.86. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление нефти также остается в приоритете. По крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше краткосрочного уровня 51.99, среднесрочного уровня 52.60. Ну и индекс доллара также вернулись уже к тенденциям снижения по данному активу. Вчера данный инструмент ушел ниже отметки 96.96. Это минимум 26 мая, то есть тот уровень, который мы отмечали ранее. И это нам может дать предпосылки на дальнейшие снижения уже по данному инструменту, уже в области 96.95. На текущий момент коррекционный уровень для нисходящего движения мы можем отметить на локальном максимуме, который был зафиксирован вчера в последний день мая в области 97.42. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Увидимся на следующих обзорах и желаю всем хорошего дня и хорошего лета. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok